Привет, друзья! Вот я недавно прочитал Катасонова, профессора-экономиста, который говорит, откуда у нас пандемия появилась, что там триллионы закачали в биофарм, или как-то по-другому называется, точно не помню, сам я фармакологию в институте учил, терпеть не мог. Сенников Василий Михайлович, профессор, такой вредный был, приводил меня к себе в кабинет, сажал, зная о том, что я как студент очень увлекаюсь изобретения делать всякие, наливал чай, и, значит, со мной долго разговаривал о том, что он тоже с дочерью со своей изобрёл газ, который теперь стоит, наркотический газ, пять копеек всего стоит, какая-то будет большая такая внедренческая работа в анестезиологии, ну, в общем, такие всякие вещи рассказывал, любил со мной беседовать. А я ему говорил, Василий Михайлович, ну, зачётку-то подпишите, мне же экзамен сдавать надо. Э-э-э, он говорил, нет, не допущу тебя до экзамена, потому что ты фармакологию не учишь. Я говорю, ну, вы знаете, Василий Михайлович, ну, дело в том, что, ну, буквально через пять-шесть лет, ну, поменяются все эти рецепты, ну, каждый год меняются рецепты, ну, что мне их учить, ну, что ты... Нет, он мне говорил, и вот так каждый раз заводил в кабинет, закрывал дверь на ключ, а у него был такой большой самовар, и я должен был с ним пить чай, а у него, вот, видимо, разгружался человек. Да, ну, вот видите, какая история. А тут я подумал, Катасонова прочитал про эту пандемию, откуда она взялась, оказывается, это вот те, которые управляют, так сказать, деньгами, самые большие-большие, которых всего там два-три или какие-то корпорации, одна из них вообще никто не знает, кто там, но такие на земном шаре самые-самые которые. Я подумал, раз я изобретатель, чего мне не изобрести комара, чтобы этим самым, которые изобрели вот это, жизнь рай мне казалась. Да, изобрету я комара, тоже таком, на каком-то уровне, ну, посмотрят, ну, вы знаете, что я юморист, друзья. Ну, я уже придумал, как мы победим всю эту пандемию. Это самое главное, будет не просто комар, это будет реактивный истребитель, это будет такой бомбардировщик, это будет бомба интеллектуальная, потому что это наука человечности. Наука человечности победит все, потому что она побеждала во все эпохи, во все времена, а сейчас как раз точка бифуркации. И вот кто сейчас будет говорить такие правильные вещи, вот как я, например, ну, красавец, ну, красавец, умница при том. Ну, а как же? 70 лет, однако. За это время вы все станете красавцами, красавицами и умниками. Поэтому, поэтому, чтобы продвигалась наша школа, допишите вы, черт возьми, извините меня, Бог возьми вас, Бог включись в вас. Творчество, созидательность, кто не созидает, тот разрушает. Это вам мой афоризм. Комменты ставьте, чтоб школа продвигалась. Вопросы там пишите. Что же вы так? Мне в личку пишите всякие комплименты, а там не пишите. Да, и поэтому вот наша всего 60 тысяч. А там кто-то какую-то ерунду пишет, может быть, миллионные просмотры. А мне говорят, а почему вы так не делаете? Почему вы так вот там не сделаете про политику там или еще про чего-то, то, что смотрят? Почему там не сделаете какую-нибудь неприятность какую-то, чтобы всех заинтересовало, как сейчас всем голову морочат? Я политикой не занимаюсь. Я занимаюсь суперполитикой. Потому что настоящая политика это мир на земле. это созидание, это сотворчество всех людей на планете. Вот чем я занимаюсь. Поэтому просто политикой и чепухой такой я не занимаюсь. Пускай эти политики занимаются. Правда? До встречи, друзья. родственников, да. Субтитры создавал DimaTorzok